привет вас очень хорошая новость если например вы хотите инвестировать сейчас деньги надежный бизнес есть хороший совет инвестируйте военно промышленный комплекс можно сша можно европы есть информация которую ну время от времени вы сами понимаете что на фондовом рынке и сша европы публикуют различный обзор и вот да действительно по моим за экономист ну публиковал довольно такой ну расширенный обзор что касается инвестиций военно промышленный комплекс вообще в предприятие связанный из обороны и пришли к выводу что по итогам 2023 года если проанализировать имеется виду публично и не публично ну понятно есть акции которые продаются на бирже а есть ну компании вы можете просто инвестировать как частное лицо так вот инвестиции в европейские военно-промышленные предприятия за 2023 год выросли в два раза и растут дальше вообще за первый квартал они четыре раза выросли ну понятно если сравнивать период с периодом мало того оказывается очень тяжелая ситуация была в чехии там ряд предприятий военно-промышленный комплекс были на грани банкротства закрытия сейчас заказом немерено ура ура гони гусей ну про германию написали более так щадящий что германии да 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 все хорошо то есть там да действительно сегодняшний момент вот компания которая производит танки бабла негде складывать мешками завалили шучу конечно мешками но действительно вот эта война в украине она дала жизнь военно-промышленному комплексу европы ну статья про европу поэтому причине про европу говорю и да действительно там есть так я почитать то ну как бы аналитики эксперты советует инвестировать деньги предприятие военно-промышленного комплекса почему война будет долго нет и нет они написали то я говорю и это перспективно при то есть они объясняют что это очень перспективное направление что спрос на вооружение вырос мало того выросли закупки с точки зрения бюджета вообще оружие чем медь недостаток его нельзя зараза продать его надо купить для это нужны деньги из бюджета да на сегодняшний момент вы наверное слышали что бюджеты германии вот польши бюджет многих европейских стран сейчас резко вырос и и кроме того что они покупают оружие чтобы поставлять в украину покупают и себе то есть тут надо немножко так объяснить почему такой спрос ну не все же оружие только для украины часть действительно для польши для чехии для германии заказы выросли а и военно-промышленный комплекс европы очень сильно поднялся и это рассматривается как положительный фактор для всей экономики европы ну по большому счету да понимаете когда производит танк нужен металл металл это металлургия ну и химическая промышленность в любом случае порох это химия тоже и вообще по большому счету есть очень много смешных отраслей которые так или иначе взаимосвязаны и по этой причине да действительно сейчас благодаря войне в украине спрос на оружие резко вырос и благодаря этому действительно военно-промышленные компании сейчас на подъем так что как видите война имеет и положительный фактор не только отрицательный и по этой причине она еще раз объяснять что война не может в украине закончится в следующем году и через два через три ну никак не может ну понимаете машину запустили раскочегарили она будет быстрее 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 набирать обороты даже когда кто сказать ребята может куда вы что бабло вы что они дальше как какое окончание войны вы что ненормальный давай нажимать 40 100 лет чтобы люди заработать могли как следует от души да не удивляйтесь циничность бизнеса не имеет границ любого бизнеса а бизнес на войне это один с прибылью понимаете какая ситуация если вы занимаетесь обычным бизнесом ваша рентабельность в европе два-три процента больше нет эти все разговоры про мнение а военные заказы сто процентов откаты занос не в германии тоже все существует называется красиво оплата за консалтинговые услуги оплата за продвижение товара за деловую репутацию те же самые взятки там без это не работают абсолютно вот представьте вы хотите участвовать военном стендере и вы нанимаете компанию репутационную который ну вашу репутацию и платить случайно 20 миллионов евро все понимаешь это взятка все вы делаете да нет на репутацию как черта репутации это ж пацаны занесут куда надо да так оно работает и а если вы не наймете репутационную компанию фиг вы тендер выиграете никогда в европе никогда репутация репутация нет это серьезно не шучу там такая ну понимаете они слова коррупция просто обошли ну некрасиво звучит так дальше ну зачем а так нормально репутационная компания не они там пару статьи напечатает про это а так по большому счету все происходят помоют денежки там не помоют называется выбеливать и мнение наличными наличными кто не носит по безналу заведут кому надо вот так это работает да 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 кто так удивляет это европа она вся в коррупции вся продажная вся бизнес никто белых перчатках не делать родные ну кто делает бизнес был да бизнес на войне это нормальный бизнес на этом зарабатывали зарабатывать будут заработать но вот при немножко в сша запрыгнем там была информация что тоже фактически многие американские компании которые производят оружие были на грани банкротства мало то даже некоторые были объявили уже банкрот сейчас все обратно уже все банкротство закончилось вперед это ответ на то а вот трамп станет да плевать на него все хотели ноги какая разница какая фамилия президента сша если он гад не будет давать военные заказы на второй день ему напомнят чем закончил кеннеди вот такая ситуация я почти шучу но почти правда поймите любой позиция на коленях ползает перед олигархами американским на коленях почему он драпи у них раб они его приводит к власти он должен отработать бабло который на него потратили будет плохо себя вести есть метод есть да и но кеннеди то старыми из более простой умеет создать более проблем вот так это делается по этой причине любой президент сша будет всегда за войну в украине будет выделять деньги будет пиариться будет рассказывать будет выделять деньги будет пиариться будет выделять деньги будет пиариться будет выделять деньги потому что пациенты должны заработать потому что для этого существует бизнес для этого существует деньги и есть сейчас возможность ну действительно смотрите когда была холодная война военно-промышленный комплекс очень хорошо зарабатывал серьезно ну конечно не помните даже были скандалы американского и на промышленном комплексе опять же закупали оружие по очень завышенным ценам если ты же слова геркулес вам ничего не скажет а когда-то действительно 70 год был невероятный скандал когда он вскрыли схему что дали взятку и американский министерство обороны закупил очень дорогого самолеты абсолютно не нужно абсолютно то есть и очень был великий скандал это нормальное явление сейчас да сейчас тоже происходит без взятки в сша ничего не работает там та же самая ситуация вот они немножко другую схему придумали не репутационный но суть не меняется и действительно получает такая ситуация с одной стороны из бюджета сша выделяются триллионы на оборону понятно эти деньги идут прежде всего военно-промышленный комплекс сша военно-промышленный комплекс сша богатеет естественно заносит где надо финансирует и все работает почему я говорю что здесь не имеет значения что говорят президенты не имеет значения что не говорят когда идут там кандидаты понятное дело что трамп пиарится вот я прекращайте куда ты денешься с подводной лодки тут же сам будешь говорить да надо больше больше да вы скажете так украину только часть оружия только часть спорить не будет но обращаю ваше внимание бесплатно возможно вы слышали посчитали что украина за все это время получила военной помощи почти на 100 миллиардов это не только оружие сразу говорю там и другие как бы деньги но действительно большое количество оружия и прежде всего почему так много потому что очень дорого покупали не не мы они потому что мотка ты занос и все там все там сидит и предпочтение покупают дорогу даже тоже бы уж но поставляют нам война продолжается и тут все очень просто меня да вы сказать а вот если бы не поставили больше оружие война быстрее закончилась ну есть такой шанс но зачем зачем ломать то что хорошо работает вот представьте хорошо закончилась война то получается обратно военные заказы упадут обратно американские и европейские компании военно-промышленного комплекса будет на грани банкротства да что это хорошо ну это плохо для их хорошо для украины и по этой причине да действительно сложилась такая ситуация что как бы они не отстанут от россии пока и уничтожит этот факт учитает будет украина это тоже факт по этой причине говорю что здесь ну понимать какая ситуация кремле это тоже происходно все видят и понимают и уже будьте уверены и ну старого пердуна в самом никто там не слушает они происходные видишь что механизм запущено раз к и они происходят на понимаешь что они не способны против стоять вот этой мощи абсолютно не поспособны и непросходно понимая что поставка оружия будет постоянно непросходно понимаешь что будет больше и больше, и ракеты, и танков, и снаряд, все это будет. И происходно это понимают. И происходно понимают, что не остановятся, пока не сожгут к чертой матери эту Москву. И это не понимают. Боятся. Поэтому действительно на сегодняшний момент среди башен Кремля очень большая дискуссия. И есть действительно башни, которые очень хотят, чтобы война закончилась. Ужасно. Другое дело, они не знают, как. Потом уже, ну, заявить, типа, мы проиграли, сложно. Глубильный народ бузить будет, не подойдет. Надо обыграть, обыграть победу. Какой, которая не существует? Такая ситуация. И по этой причине, да, действительно, эта война приносит хорошие прибыли. И в тот же самый момент трагедия украинского народа. Ну, заодно и российского, чтобы скучно не было. Вообще, по большому счету, обращаю внимание, что Украина сейчас очень активно развивается военно-промышленный комплекс. Ну, про это лишний раз не говорят. Ну, про дроны вы много раз слышали. Да, действительно, у нас сейчас, я так сказал, уже даже больше тысячи предприятий разных, которые делают дроны. Есть побольше, поменьше, так дальше. Ну, очень много маленьких, спорить не будет. ФОПы. Очень много и ФОПы делают. Но есть предприятия, которые уже ремонтируют и модернизируют наши танки. Да, совместные с немцами. Есть предприятия по электронике, по РЭБу. Это только начало. Потому что и снаряды. Все это есть. И оно больше, 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 больше. И сейчас, понимаете, что произошло? Те же европейские компании с удовольствием сотрудничают, с удовольствием делают бизнес украинский. Потому что, ну, есть спрос, а есть спрос, есть продолжение. И по этой причине, да, нельзя ломать то, что хорошо работает. Надо зарабатывать деньги. Так что, если будете инвестировать деньги, теперь вы знаете, куда инвестировать. Война, дело прибыльное. Инвестируем туда, что приносит прибыль. По-другому никак. Все. Благодарю за внимание. И до свидания. Витаю вас. Ну, если вы смотрите мой канал, значит, что это заинтересовало. Поэтому я предлагаю вам стать спонсором моего канала. Заходите на титульную страницу моего канала. Тисните кнопочку «Спонсорство» и два пакета для спонсоров. Дешевше не бывает и Клуб экономической мудрости. Дешевше не бывает. Это, первое за все, для тех спонсоров, которые хотят поделиться премьерный показ эксклюзивного відео. Поспілкуватися, позадавати запитання під час стриму и отримати відповідь. Так что ставайте спонсором, не пожалкуйте.